Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я спала долго, отсыпалась за все дни, когда мне нужно было ходить в школу и вставать в 6 утра. Сегодня я, конечно, всё равно проснулась. Сначала в 6, потом закрыла глаза, потом в 7.30, а потом просто валялась, лежала, какие-то дела делала онлайн, через телефон. А сейчас проснулась. План у нас такой. Сегодня мне нужно упаковать машину вещами, которые я беру маме, то есть там аккуратненько всё сложить и начать упаковывать свою сумку из вещей, то, что я беру. Я, в принципе, буду в городе 3 дня, а остальное время буду у мамы, то есть мне нужно будет из этого рассчитывать, надо будет подумать, что я хочу надеть. Сейчас я одеваюсь, еду отвезти Ярма в тренажёрку, которая у нас находится подальше. Он оттуда пойдёт пешком домой, он хочет прогуляться. Когда я его отвезу, мне нужно зайти в магазин купить кое-что для окрошки, потому что он попросил, чтобы я оставила его окрошку только для него. Я, конечно, съем пару половничков завтра. Сегодня не буду её есть, потому что мне нужно влезть в комбинезон белый. Если я, в общем, съем окрошку, то он у меня натянется на животе как-то. Итак, мы сегодня идём на финал телепрограммы «Танцы со звёздами» шведской, но она здесь называется «Let's dance». Я не знаю, даже можно там будет снимать или нет, может быть, что-то на телефон сниму. Я камеру с собой не буду брать, но он будет в чёрном, Ярма пойдёт в чёрном костюме такой официально, а я пойду в белом костюме. У меня белый комбинезон и белый пиджак, и белую сумочку возьму. Моя бута вся такая белая. Так, я тут собираю маме вещи. У меня тут большая сумка есть, там я уже сложила пледы разные в машину. И сейчас, ладно, я купила разные футболки в Эчендейме хлопковые. Посмотрите, мне вот это вот больше всего понравилось. Это, кстати, из мужского отдела с кристаллом. Декстер, что, не поедешь со мной? Не поедешь? Нет? Нет? Дома. Дома. Ну, какие-то мелочи, которые можно было бы, конечно, купить и в Питере, но просто мама за городом живёт, и мне проще съездить здесь купить. Витаминки, естественно. Ну, Декстер. Звезда моя. А магнезию, мама говорит, что он даже от седины помогает, восстанавливает, поэтому... Магнезию, магнит, да? Это, конечно, было бы чудо. Я готова пить магний. И если бы у меня не было седых волос, я бы даже не красила волосы. Мне вообще нравится свой цвет. Но у меня их в последнее время очень много появилось. Вот такие вот ещё омега-3. Это, кстати, финская, по-моему, компания. По крайней мере, когда я жила в Питере, из Финляндии, все вот именно их привозили. По-моему, это финская. Витамин С такой купила. Как-то всё время принято считать, что вот в Скандинавии витаминки лучше, чем у нас в России. Веганский шоколад. Не знаю, мне просто понравилась упаковка, но попробуем он с солёным попкорном. Возможно, вкусно. И мамин любимый шоколад. Вот такой вот марабу с кокосом. Купила 10 упаковок. Также я везу маме вино. Вот это вот я взяла. Интересно, это из Южной Африки. Ширас и какой-то Зинфандель виноград. Я его не пробовала ни разу. Но он выиграл в 2021 году. Какие-то призы. И Декантер World Wine Awards. Должно быть вкусно. Вот это вот я очень люблю. Розовое вино Минутти. Тоже везу. И вот такое вот испанское Риоха. Очень вкусное. Ярмина любимая. Он его любит покупать. И мама любит красное вино. Ну и розовое тоже летом хорошо. Всё, я сейчас это отнесу в машину. И что у меня там по плану? О, мне надо позвонить к своему мобильному оператору. Ну и вообще и себя упаковать. Подумать, что я с собой беру. Пока я тут собираюсь, упаковываюсь. Вот, в общем-то, я беру одежды, по сути, на три дня в городе. А когда я буду у мамы, я буду надевать то, что есть у неё. Ну там, потому что домашние работы какие-то. И в такой одежде буду, которую не жалко. Шладенький пирожочек. Шладенький мой пирожок. Да? Пирожулечек. Ой, какой ты красивый. Какой красивый. Ну что, моя сумка практически готова. Мне завтра нужно будет упаковать только косметику. Для волос что-то. И всё. У меня здесь почти готова окрошка. В которую я теперь, благодаря вам, добавляю редис. Больше цвета, по крайней мере. Красиво получается. На вкус, конечно, сильно не отличается. Потому что он не горький. Ничего, редис такой здесь. Безвкусный. А мне нужно собираться тем временем. Мы выходим, между прочим, через 40 минут. А я такая забыла окрошечку делаю. Если честно, я хотела пойти, конечно, на какой-то ивент. Но я не ожидала, что я на следующий день уже уезжаю. Мне нужно готовиться. И с количеством вещей, которые мне нужно было сделать до отъезда, я уже думала, блин, не хочется даже туда идти. В этот раз я бы даже лучше дома осталась. Но я никогда не была на съемках телепередач. Будет интересно тоже посмотреть. И после этого вернемся домой. Потому что мы изначально думали, может быть, мы еще куда-то пойдем. В какие-нибудь бары. Но нет. Не сегодня. Завтра хочу встать еще тоже. Почесать Жене, так как сегодня не успела. У нее уже колтуны появились. Полиции. Ну, в общем, тоже какие-то дела перед отъездом. И ехать в Питер. Ну что, человек в белом готов. Полностью все белое. А Ярма в черном. И в белой рубашке. То есть он как бы со мной сочетается. Прическа у меня шведская. Нет прически. Но, в принципе, нормально. Цепочка небольшая. Сережки маленькие. И все. Ярма тут такой. Нарядный. Вот. Ну-ка, встань-ка рядом со мной. Я не буду показывать твое лицо, конечно же. Ну, нормально так. Только ты без ботинок не очень. Откуда у тебя, Ярма, розовенький платочек? Ну, что ты хочешь? Где ты во мне розовое видишь? Белое. Белое хочу, да. Ну, да. Вот. Белое лучше. Ну, его надо красиво положить только. Ну, так. Красивый пар или как? В общем, мы рано приехали. Где камень? Куда смотреть? Рано приехали на представление. Мы так хотели не опоздать, чтобы приехали на полчаса раньше. В итоге взяли такси, чтобы доехать обратно. Здесь допиваем вино и уже пора ехать. Через буквально три минуты где-то открывается вход на представление. Ну, там сначала не представление, это сначала не шоу и будет, а сначала там запуски, напитки. Мы как VIP гости, мы имеем к этому доступ, ко всему. Так приятно. Да. Так приятно быть VIP. Вот так вот меня лучше видно. Вот в эту сторону буду смотреть. Ужасно, невозможно себя на телефон так снимать. Это не это. А камеру вниз. Может быть, ты только не знаешь, как это сделать. В смысле? Я должен быть вот так. Вот так вот мне надо себя снимать. Ну вот. В общем, Ярва, поехали. Я готова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Самая классная. Я не знаю, кто ее может есть. Шведы ее любят, и финны тоже. Вот такие подарки. У Ярма вторая, это твое, Ярма. Спасибо большое. Шведская VIP это никакая VIP в России. Доброе утро. Столкер на месте. Итак, несколько часов прошло. Время у нас 13.40. Я сделала все, что планировала. Загрузила все сумки уже в машину. А вот у меня осталось только эту с собой взять. Телефон и камеру. Я готова к поездке. Через 20 минут еду. Получена регистрация, которую я вешаю на зеркало. Все. Я стою в очереди. Вон мой паром. Я немножко даже, знаете, нервничаю. Я впервые еду одна на пароме. Я вообще второй раз еду на пароме. Ждем. Поставили нас в тесную очередь. И следующий уже... Вот уже кораблик здесь. Видно? Вот он. Амарелла. Следующее включение зажигания У меня уже будет заезд кораблик. Прямо... Выходим из лифта. Так, у меня каюта 9322. Заходим. Небольшой ром-тур сейчас проведу. Привет. Мне помощница Ярма забронировала этот номер. Он вообще очень классный. Потому что до этого я ездила в каком-то простом. И там даже не было окна. Дальше. Сюда мы заходим. Здесь... Пока что не включается свет. А, вот включается. Здесь душ небольшой. Туалет. Я люблю, когда туалет закрыт. Спасибо. Раковина. Моя кровать. На меня одну такая большая. Я буду здесь очень комфортно спать. И у меня вид на этот самый... На море. Подождите. У меня не вид на море. Мы вот... Мы этой стороной же едем, да? Это перед или это зад? Смотрите, какой у меня крутой вид. Офигеть. Класс. В общем, здесь... Стол, если вдруг я хочу поработать. Холодильник. Это замечательно. Потому что у меня... С собой есть бутылка вина, Которая еще не успела нагреться. Это мне не надо. А вот мое пусть охлаждается. Даже есть бокалы для вина, Но я предусмотрительно взяла с собой свой. Ну, потому что я везу на самом деле эти маме. И просто один из вас с собой в каюту. Ну, в общем... Сейчас я немножко распакуюсь, что ли. Ну, я не знаю. Косметику отнесу в ванную. И когда только тронемся, Я вам смогу пойти забронировать ужин себе. Твоем. Класс. Это открывается дальше? Да, можно прям вообще полностью открыть. Блин, как классно. Только вот окно, как мое, видимо, Чистили-чистили. И не дочистили. Ну, а пока мы ждем... Пока я жду, когда чалит лодка, Я просто посижу, понаслаждаюсь Видом Сёдермальма из окна. Ну, что? Мы начали двигаться. Слушайте, это нос, что ли, у него? Мы так и поедем носом вперед. Или это все-таки зад? Мне очень интересно. А тут выяснилось, что вообще-то мини-бар включен По стоимость проживания в этом номере. Но пока я возьму бокальчик Просека. Тур по кораблю. Здесь Просека-бар. Там у нас пианист играет. Здесь ресторан-буфет. Заходишь и... Сколько это стоит? 41 евро. Все включено. И напитки, и еда, и все остальное. Но я хочу пойти в другой ресторан. Для этого мне нужно забронировать время. Здесь тоже какой-то ресторан такой весь темный. Ну, тут не ресторан, а просто бар, я так понимаю. Тут стоят автоматы казино. Они не запрещены. В Финляндии, по крайней мере, точно. Но, видимо, и в Швеции тоже. Хотя в Финляндии я их даже в барах вижу. Но в Швеции не видела нигде. Так, здесь какой-то веселый клуб. Ну, что-то тут не очень весело. Тишина. Дайте, я вот хожу с вами по этой лодке. Такое ощущение, что я не одна хожу. А с кем-то, мне кажется, здесь вечером караоке. И, может быть, даже музыка какая-то. Такие, видите, диванчики. Бар. Так, я ищу мой ресторан, в котором я хочу поесть. И вообще, в котором будут мне завтрак подавать завтра. Я нашла. Здесь так приятненько. Погода еще такая классная. В связи с этим настроением у меня, соответственно, еще классная. Я еду, наконец-то, увидеть маму. Причем я еду на машине. Я очень люблю путешествовать на машине. И на пароме. Мне больше нравится, чем на самолете. Тогда идти приземленную. В общем, не рада. Очень рада и как-то excited. Как-то там по-русски. Такого слова, по-моему, нет, кстати. Очень рада. Моя любимая часть. Ну, вот из Кагенрера, конечно же. Я взяла классическое меню. И в него обязательно входит классическое блюдо. Моё главное блюдо. Это, не знаю, как называется рыба. Рёдинг, по-моему, по-шведски. С пюре из зеленого горошка. Цветной капусты, моркови. Приятного мне аппетита. Это, вроде бы, как крем-брюле. Но такое оно. Должно разбиваться, прям должна быть толстая корочка. И сорбет. Иду вниз. Я, на самом деле, ужасно объелась. Но внизу ещё что-то продают. Время ещё мало. И я думаю, что через какое-то время я захочу каких-нибудь закусок. И тут есть Tax Free. Которая никакой не Tax Free. Я не знаю, почему так называется. Между Швецией и Финляндией. И, конечно же, нет никаких границ. Но я хочу какие-нибудь вкусняшки купить. Тут стандартно идёт вся косметика. Шанель, Шоссе, Дагерлен, Диор. Всё то, чем я, как вы знаете, кто хорошо меня знает, не пользуюсь. Потому что это испытывается на животных. А в данный момент у нас столько разного выбора другого, который не испытывается на животных. Корабль вроде бы идёт мягко и не качает. Но всё равно, когда идёшь, такое ощущение тебя покачивает какой-то нестабильности. Итак, сладости. Это мимо. Я хочу чипсики. Добыча добыта. Иду обратно к себе в каюту. Такие места тут для сидения тоже есть. Места, комната для курения. Я заблудилась. Помогите. Блин, куда мне идти-то? О, нашлась. Какая красота. Только что-то у меня тут жарко. Надо температуру убавить. Фух. Ну что? Сейчас немножко отдохну. После еды с видом в своё окно посмотрю. Ой. И сяду поработать немножко. Смонтирую видео. Вот ту часть, которую я уже отсняла, чтобы завтра, когда я приеду к маме, мне не тратить на это столько времени, чтобы побольше времени просто с мамой посидела. Так что вот. А пока отдохнуть. Ой. Как же хорошо. Я вот, знаете, лёжа с кровати, я вижу только небо. Просто небо. Я завтра так проснулась. Так классно. А чуть-чуть поднимаюсь и вижу землю. И я вижу, куда мы едем. Я вижу то, что видит капитан. Интересно, на этом корабле есть ещё лучше каюта? Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Я уже, на самом деле, искупалась, оделась, собралась. Время 8.30, 8.45 у нас открывается завтрак. Пойду поем. И в 10.10, по-моему, мы приезжаем. Вот. Время у меня полно. Проснулась я рано, потому что я забыла зашторить шторку эту. И было очень светло. Я прям проснулась от того, что у меня будет сквозь глаза свет. Пока жду открытие завтрака. Поваляюсь, посмотрю видео, которое я... У нас здесь интернет очень плохой. Но так как у меня на YouTube подписка премиум, которая идёт без рекламы и также позволяет загружать видео в телефон, так что я без интернета могу смотреть всё, что загрузила дома. Сейчас посмотрю какое-нибудь видео и уже пойду на завтрак. Ну что, я на завтраке. Жду, когда мне тут тост приготовится. А на входе сразу предлагают бокал шампанского, от которого я отказалась, потому что ещё ехать долго. На завтрак я взяла тост с сеченой с сыром, положила овощи и, конечно же, карельский пирожок, как без него в Финляндии это. И яйцо Бенедикт, которое я уже откусила. Замечательный вид из моего столика. Мы подъезжаем, подплываем к Хельсинки. Так, у меня осталось ещё 40 минут до прибытия. Поваляюсь. Ворота открываются. И-и-и-и, привет, Финляндия! Кусочек Финляндии, пожалуйста. Но я в город сам не поеду. Я еду сейчас к родителям Ярма забрать кое-что. Но вообще я там не была лет 5 в этом доме. И плюс ещё они приготовили какие-то гостиницы для моей мамы. Всё, я уже отстрелялась в дом, но я внутри не снимала. Ярмина мама немножко приболела. Она была в Турции, простыла там или что-то, кашляет. В общем, я буквально попила чай. Мы немножко поговорили через переводчик, потому что они говорят по-фински и слабо по-английски. Поэтому пользуемся переводчиком. Теперь я еду в Питер. У меня должна занять дорога вся 4,5 часа. Но, возможно, на границе будут очереди. Надеюсь, нет. Так как понедельник, день. Кто куда едет. Ну, поехали. Надеюсь, что меня пропустят. Так, я просто как-то невероятно незаметно приехала на границу. Я даже не знала, что она уже здесь. Вроде бы никаких тех машин нет. В смысле, никакой очереди. Так что, пальчики скрещены. Финскую границу прошла. Вроде бы паспортный контроль. Сейчас жду, когда поднимут шлагбаум. И поеду на российскую границу. Я прям переживаю так. Так, ребята, я официально в России, но еще не прошла таможню. Я еду на российской земле. Ой, что-то такое прям у меня, знаете, ощущение внутри, конечно. Какое-то особенное в этот раз. Пусть меня пустят. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне поставили печать в паспорт. То есть я уже почти в России. Я сейчас осталась, чтобы проверили машину. И все. Я уже почти дома. Я в России! Ура! Так, ну все, ребята, выключаюсь и еду к маме. Мне еще два с половиной часа ехать. Я на месте. Я дома. Тут у меня таляшечка. Об меня трется. Да? Анатолий. Мой декстрозаменитель. Фух, устала. И сидеть в машине, конечно. Сейчас буду отдыхать. Монтировать видео заодно. Посижу. Мама вареники мне там варит. Посижу с ней, наконец-то. Поболтаю. У тебя когти не стрижены. Только не надо мне за лицо, пожалуйста. Так наоборот, надо на кухне, чтобы из них пить. Ну, я два возьму, а два стола. Ну, смотри, потихоньку. Ну, давай. Вот. А я буду с вами прощаться на этой ноте. Все. Я в Питере. Следующий влог уже смотрите начну завтра. Спасибо, что ехали со мной. Составили мне компанию. Все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.